Хе-хе, скажи всем привет! Всем привет! Мда, всем привет! Я сейчас как дура стою на улице и мажу руками. Скорее всего, прохожие думают, что у меня не все дома. Давайте скорее поставим мне лайк и подпишемся на мой канал. И я пошла. Ну а также не забываем подписываться на мои социальные сети. Лайк, тикток и инстаграм. Кстати, в инстаграме проходит опрос. Ну и хватит уже позориться. Поехали смотреть видос. Как вы уже знаете? А я думаю, вы знаете. Ну а если знаете, зачем говорить? Ну блин, а вдруг вы не знаете и никогда не узнаете? Хотя, как вы не узнаете, если знаете? Ну а если знаете, то смысл вам говорить? В общем, у меня каникулы. И вы думаете, я на расслабоне? Правильно думаете. Но, к сожалению, я живу не одна, а с родителями. Карантин ослаб, и мама вышла на работу. А мы должны были сидеть с малым, ведь садики были закрыты. Отец сказал, что сидеть будет дочь. Мама сказала, что мы. Отец сказал, дочь. Ну, отца надо слушаться. Меня бесил малой. Ну а кого не будет бесить? Ведь у меня каникулы. А 9 утра я начинала с фразы. Ты покакал? Сколько раз я представляла, что забывала его в магазине. А потом прибегала мама и забывала меня в детдоме. Он был ужасно вреден. Это не хочу, то не буду. А это он хочет, но нельзя. Разревелся. Обоссался. Меня вообще не слушался. Алло. Я больше не могу. Раз тебе не нравится, иди работай вместо меня. Я посижу дома. А что, так можно? Нет, нельзя. Сиди с ребенком. Я вообще просила кого-то рожать. Решила сходить погулять. Но малой сказал, что пойдет со мной. Когда же он уже женится? Пожрала. Легла. Мне снился сон, что я на концерте Егора Крида. Под рукой были мои любимые чипсы. И Егор Крид. Егор Крид сказал, что он не может со мной встречаться. Потому что я много жру. Проснулась. Отец странно на меня смотрел. Отец сказал, что я ем носок. Я заметила то, что брата нет. А ведь он частенько сбегал из дома. И вообще они все сбегают. Ненавижу детей. Просила у отца, не видел ли он брата. Отец сказал, нет. Мама меня убьет. Позвонила Лиске. Попросила помощи. Папа, главное не паникуй, хорошо? Мы найдем его, слышишь? О, Лиска пришла. Мы сейчас Лиске его найдем. Не звони, пожалуйста, маме, хорошо? Лиска быстро пришла. Мы решили составить фоторобот. Лиска спросила, сколько ему лет. Я сказала, не знаю. Лиска сказала, как, я не знаю, сколько брату лет. Я сказала, ну, младше меня, это точно. Лиска сказала, ну, окей, он в садике. Я сказала, не уверена. Отлично. Так может, он женился, а мы его ищем. Я сказала, да нет, не до такой степени. Хотя, может, правда женился. Лиска сказала, понятно, но а что он любит больше всего? Я начала вспоминать. Вообще-то малой обожает петь. Один раз в садике он даже пел песню. Ах, не пою. Аплодисменты. Мама, здесь, я рядом, но еще тебя не видел. На мне лампада, мы танцуем. Правда, маме она не очень понравилась. Лиске позвонили, ей надо было уйти. Обязательно сделай фоторобот, это очень важно. Ну, или возьми, лучше распечатай его фотографию. Тогда ты сто процентов легче его будешь искать. Найдешь легче. Ну, в общем, ты поняла. Все, удачи тебе, мой хороший. Позвони, как найдешь. Пока. Какую фотку? Я же шикарно рисую. Так, так, еще немного. Фоторобот готов. Думаю, я на пути к успеху. Никто из прохожих не узнал фоторобота. Я спрашивала у всех. Абсолютно у всех. Ну, посмотрите сюда, товарищ. Коровы. Как можно быть такими жестокими коровами? К счастью, вышел дворник Геннадий. Я спросила, видел ли он мальчика. Дворник Геннадий сказал, что денег нет. А без денег он не разговаривает. Сказала, хорошо. Забежала домой, взяла деньги. Дворник Геннадий сказал, что у этого рисунка очень знакомое лицо. Эти глаза, эти брови. Кажется, сегодня он видел похожего человека. Может быть там, а может вон там. Он замолчал. Сказала, что информация нынче дорогая. Дала еще денег. И еще. Куда он исчез? Надо было все-таки пытаться договориться с коровами. Пришла домой злая. Захотела рассказать все отцу. Но его нигде не было. А он-то где? А может быть его захватили пришельцы? И Мишу тоже? Как вы думаете, где отец? Пишите комментарии, угадали вы или нет. А мы поехали смотреть, где отец. Пока я размышляла о том, как спасти отца от пришельцев, он все это время был в туалете. Отец спросил, где деньги в кошельке. Я сказал, что так устала искать брата. Отец сказал, зачем же его искать? Ведь он у бабули. Оказывается, он вспомнил, что пока я спала утром. Приезжала бабуля. У меня не хватало злости на отца. Как он мог забыть про это? Я как дура ищу весь день брата. Придет мама, все я ей расскажу. Отец еще раз спросил, где деньги за ипотеку. Так это были деньги за ипотеку? Ситуация так себе. Эй, подожди, ведь еще не все. Ты подписался на канал, поставил лайк? Молодец. А вот комментарии победителей прошлого конкурса. Я поздравлю вас. Ну и спасибо вам все... Ну и спасибо всем за просмотр. И пока! Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok